Встреча прошла на площадке областного центра реабилитации инвалидов, где по лучшим российским и зарубежным технологиям специалисты работают с людьми, которым необходима помощь. Кроме того, центр – одно из мест, где тренируются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. У нас в области ведется большая работа по созданию доступных и комфортных условий жизни для людей с инвалидностью. Мы стремимся к тому, чтобы особенности здоровья уральцев не становились помехой для осуществления их целей. Чтобы все жители региона получали качественную медицинскую помощь, образование, необходимую цельную поддержку, имели возможность заниматься любимым делом. Большую работу по поддержанию здоровья и адаптации к активной жизни ведет областной центр реабилитации инвалидов, где мы сегодня с вами встречаемся. И наш регион является одним из лидеров в российском спецолимпийском движении. Программа специальной олимпиады в Свердловской области успешно работает уже на протяжении 20 лет. Во время встречи со спортсменами губернатор ответил на вопросы спортсменов. Среди них – вопрос о возможности организации обучения паралимпийцев в училище Олимпийского резерва. Речь идет о нескольких группах – около 20 человек. Глава региона такое поручение дал, и уже в новом учебном году процесс должен быть организован. Также Евгений Кувышев на полях встречи вручил олимпийцам и параолимпийцам награды. В продолжении темы о еще одном событии, приуроченном к юбилею Конвенции ООН о правах инвалидов. В поселке Верхневенский некоммерческая организация «Благое дело» работает уже 16 лет. Это инклюзивный центр, ставший домом для людей с инвалидностью. Там обучаются ремеслам и занимаются творчеством. Ежедневно в «Благоом деле» проходит реабилитацию около 70 взрослых людей с ментальными нарушениями. В том числе из Новоуральска, Кировграда, Невьянска и других городов области. В этом году одна из мастерских установила рекорд. 700 ангелов, сделанных воспитанниками, разлетелись в разные уголки страны. Именно так рождаются ангелы. Сначала рисуем и выпиливаем, затем бережно вырезаем и тщательно шлифуем. Деревообрабатывающая мастерская «Благое дело» создана с самого начала работы в поселке Верхневенскому инклюзивной некоммерческой организации, то есть 2005 года. Уже при входе ощущаешь приятный запах дерева. Это особенный материал. Древесина прочная, легкая и удобная в обработке. Она долго сохраняет тепло и дает мастеру безграничные возможности для воплощения своих замыслов. Для людей с ментальными особенностями здоровья, например, аутизмом, работа в любой мастерской «Благое дело», а таких шесть – это возможность получить профессию и навыки совместной работы. А самое главное – это возможность раскрыть личностные качества, возможность преодолеть препятствия, вызванные недугом, возможность обрести себя, друзей и новый дом. Я всегда любил заниматься именно такими занятиями. Связанными именно с вырезыванием, да, из дерева? Не только. Живопись люблю. И в соответствии с этим мне захотелось попробовать резать по дереву. Попробовал, у меня получилось, и стал дальше заниматься этим. В благом деле работают удивительные люди. Педагоги, мастера – для них это не просто профессия. Юрий Лужков, заведующий деревообрабатывающей мастерской, может часами с увлечением рассказывать о своих учениках. О таких наставниках говорят человек с большим сердцем. О своих ребят Юрий Лужков называет самыми ответственными и старательными работниками в мире. Ребята у нас перфекционисты, они доводят его до такого состояния, что они никогда не сдадут этого ангела, если у него какая-то точка или, не дай бог, там какая-то шероховатость. То есть мир, как мы говорим, мир на кончиках пальцев, он позволяет им делать эту работу настолько качественной, что нет вопросов и претензий к качеству продукции, которая выпускает в благое дело. Сейчас здесь кипит работа по производству новогодних украшений. Среди мастеров – Евгения Каледа. Она очень увлекается живописью и, расписывая елочные шары символом наступающего года, поднимает настроение окружающим и самой себе. Поднимают вам эти игрушки настроение? Очень поднимаю. А еще улыбки ребят на лице от того, что благое дело и те, кто здесь находятся, стали одной большой дружной семьей. Можно ли сказать, что это уже ваш второй дом и ваша семья? Да, мой дом и вторая семья – это у меня. А друзья? И друзья тоже. А мама этой большой семьи – основатель, влагово дело, подвижник создания инклюзивной среды для всех, кто в ней нуждается, Вера Симакова. 13 декабря в честь памятной даты 15-летия принятия Генеральной Ассамблеи ООН Конвенции о правах инвалидов она собрала друзей организации и рассказала о новом центре, который открыл свои двери в этом году. Но об этом мы расскажем в следующих программах. Со съемочной группой на Уральской обещательной кампании Вера Игоревна поделилась радостью. В этом году «Ангел надежды» – символ организации стал еще популярнее. 700 заказов – это рекорд. 700 ангелов в результате у нас заказали. То есть раньше было 100, 50, 250. А в этом году ангелы стали просто очень нужны людям. Ангел – символ надежды, ангел – символ защиты. Инклюзия – это процесс реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Благое дело реализуют уникальные, удивительные проекты и программы, которые погружают своих подопечных в мир мастерских и творческой активности, открывают перед ними бесконечные перспективы и возможности самореализации. Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная кампания. Новоуральская обещательная кампания.